Девушки отдыхают Девушки отдыхают Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Завершается двухнедельный марафон Международный фестиваль команд КВН Кивин-2015 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Дорогие друзья, ценители КВН знают, но я напомню, каждый год в январе КВНчики со всей России и из других стран съезжаются в Сочи. Нынешний сбор был 26-м по счету. На этот фестиваль в этом году приехало 420 команд из 14 государств, представляющих 137 совершенно разных городов. Центром нынешнего фестиваля стал круглогодичный курорт «Горки-город» на Красной Поляне. Именно здесь в пик фестиваля собрались 4500 КВНчиков и их болельщиков. Именно в «Горки-город» были созданы все условия для жизни, отдыха, проведения различных мероприятий для участников фестиваля. А финиширует наш фестиваль вот здесь, в этом замечательном и в своем роде уникальном центре, общественно-культурном центре «Галактика», который расположен на территории горно-туристического центра «Газпрома», тоже на Иполяне. Ну, фестиваль, понятно, фестиваль — это праздник, приезжают ребята, знакомятся, общаются, участвуют в различного рода мастер-классах, в школах КВН. Ну, просто веселятся, отдыхают, тусуются. В общем, все предусмотрено, но есть, естественно, основные моменты. Есть рабочая программа фестиваля, в результате которой выступают приехавшие команды перед большим жюри, в составе которого опытные известные КВНщики. И в результате этих конкурсных мероприятий команды приглашаются в ту или иную КВНовскую лигу, их очень много, где и собираются проводить предстоящий игровой сезон. Но самая вожделенная мечта, конечно, это оказаться в составе участников нашей молодежной премьер-лиги и высшей лиги нашего клуба. Ну, вот, собственно, более-менее такая общая история. А теперь о главном отличии нынешнего фестиваля от 25 предыдущих. Вот прошли те самые конкурсные испытания, про которые я говорю, прошли два тура, и самое время выдавать уже приглашение, в том числе и в высшую лигу нашего клуба. Но мы решили немножко продлить праздник или усложнить праздник для КВНщиков, это с какой точки зрения смотреть на это дело, и предложили командам, некоторым из команд поучаствовать в третьем туре. То есть впервые мы решили открыто провести отбор в высшую лигу. И если в предыдущих двух турах команды показывали все, что они хотят, ну, так сказать, на спортивную тематику перейду, такую большую произвольную программу, то на третьем туре, на нынешнем туре мы решили предложить им короткую обязательную программу. В качестве обязательности мы предложили, пользуясь молодежным языком, несколько хэштегов, а именно «Сочи», «Спорт», «Молодежь», «Олимпиада». В этом году, как и в прошлом, 20 команд выйдут на старт в высшей лиге. Три команды уже определены, они должны находиться в зале, я их назову. Это победитель турнира премьер-лиги прошлого года, сборная Грузии. Вторая команда — это участники того же финала премьер-лиги. Команда из Ярославля, называется она «Радио Свобода». И победители специального турнира «Дорога в высшую лигу». Команда КВН из Омска, называется она «Амичи». Амичи. И стало быть, сегодня после короткой обязательной программы мы отберем еще 17 команд. Жюри у нас на этом туре не такое большое, как на предыдущих, или как вот на первом туре, там же все команды, 400 с лишним, участвовали. У нас жюри нынче будет такой небольшим и сугубо деловым. Итак, в составе жюри третьего открытого тура. Человек, представляющий международную составляющую нашего клуба, капитан команды КВН Белорусского государственного университета образца 1996 года, чемпион нашего клуба, редактор международной лиги КВН, которая работает в столице Белоруссии, Минске, Леонид Купридо. Леня, пожалуйста, за стол, Юрий. Член жюри, который знает многое о молодежи нашего клуба, поскольку является ведущим молодежной премьер-лиги, генеральный директор нашего объединения АМИК Александр Масляков. Пожалуйста. Честно говоря, была такая идея. Нам хотелось найти человека, который вообще не знает, что такое КВН, ничего ни разу не видел, найти его, привезти, посадить и посмотреть, что будет. Но поиски достаточно долгие были, не нашли мы пока такого человека, поэтому пошли другим путем. Пригласили друга, большого друга нашего клуба, который сам в КВН не играл, но в свое время я, к собственному удивлению, узнал, что он знает, что такое КВН. Он знает множество КВНовских команд. Ну, с тех пор он регулярно является членом жюри высшей лиги нашего клуба. Человек архипопулярный, телеведущий, актер Дмитрий Нагиев. АПЛОДИСМЕНТЫ И, дорогие друзья, ну че я все, стою, достаю там в уголочке, там местечко в жюри есть, пойду я тоже сяду. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь мы приступаем. Скажу одно, что все команды, которые участвуют в третьем туре, разбиты на группы. Выступает группа команд, и жюри подводит итоги. И выбираем из этой группы, или не выбираем из этой группы, участников предстоящей высшей лиги. Итак, начинаем. Поехали. 26-й сочинский фестиваль проходит на новом месте. И не исключено, что в новом сезоне все будет по-другому. Команда КВН сборной Оренбургской губернии представляет вашему вниманию трейлер нового сезона КВН. Когда Ким Чин Ын признается всему миру, что он бурят? Когда Задорнов расскажет об американцах больше, чем Сноуден? Когда не нужно будет называть программу «Это смешно», чтобы людям было понятно, что это смешно? Тогда они встанут плечом к плечу и будут про это шутить. Они — КВНщики. В новом сезоне их станет больше. Союз, возвращайтесь в сезон. Теперь поборемся. В новом сезоне ведущий будет удивлять команды. Мы начинаем КВН. В новом сезоне появятся новые кумиры. Команда КВН «Пап и Папарам» сборная Голландии. Команда «Большой куш» сборная судебных приставов. Команда «Апокалипсис сегодня» сборная Центробанка России. И новая международная сборная, в которую войдут Сергей Зверев, Ангела Меркель, Никита Джигурта и Барак Обама. Вот это действительно будет плохая компания. Главная фишка сезона. Культовая команда покажет свое истинное лицо. Санта-Лючия, Санта-Лючия. У нас молодых в трети годах, в третий 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 годах. Вот видите, не зря мы два года из Долгопрудного в Москву ездили. Это смешно. Только в новом сезоне. КВН уже не тот, КВН уже не там, но это будет тот КВН, которого ждали все. Сезон 2015 года. Смотрите на Первом канале. Ну и что хотелось бы сказать в конце. Айдар, давай. Ребят, уважаемый Александр Васильевич, мы как молодая перспективная... Ребята, вы что, с ума сошли? Русские люди никогда ничего на коленях не просили. А ну вставайте, вставайте, вставайте. Так, Айдар, ты сиди, сиди. Сиди, Айдар. Ну а если серьезно, Александр Васильевич, в новом сезоне не знаю как этим, а мне уже точно пора расти. Сборная Оренбургской губернии. Спасибо. Добрый вечер. Команда КВН «Огни большого города» Москва. Сочи — это идеальное место для отдыха влюбленных. Приезжая сюда, они надеются как можно больше времени провести вдвоем. Но, как известно, мир тесен. Итак, на одном из горнолыжных спусков Красной Поляны девушка с своим молодым человеком встречает ее бывшего. Леша стоял на склоне, ловил снежинки ртом и ждал Ксюшу. Он чувствовал себя Цезарем, когда делал несколько дел одновременно. Ксюша, вернись ко мне, я соскучился. Гена, хватит меня преследовать. Между нами давно все кончено. Гена, вообще-то Ксюша — это моя девушка. А была моя. 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 В этот момент Ксюша задумалась, что она нашла в Леше такого, чего не было в Гене. Моя. Моя. Ксюша, я не могу без тебя. Уж лучше сразу умереть. Гена, пойми, пройдет два месяца, и эти слова тебе покажутся полным бредом. Как и все девушки, Ксюша считала себя крутым психологом. Так, ну-ка иди отсюда, дебил. Это ты, дебил. Ты, дебил. Ты, дебил. Ты, дебил. В этот момент Ксюша загадала желание. Ты, дебил. Так я тебе сейчас в морду дам. Так все, вы меня в жопу достали. Вы ведь даже ничего не знаете обо мне. Вот как, к примеру, зовут мою маму. Леша помнил, что Елизавета, а Гена, что Петровна. Вместе они могли быть отличным зятем. Ребята, долго вы еще будете задерживать фуникулер? Фуникулер. И здесь Ксюша загадала второе желание. И совсем не важно, как закончился этот вечер. Главное, что они смеялись и любили. Команда КВН Огни Большого Города. Мира, Москва. Спасибо. Спасибо. Добрый день. На сцене сборной МФУ Москва-Волгоград. На прошедшей Сочинской Олимпиаде мы всей страной смогли убедиться, что у нас со спортом все хорошо. Осталось разобраться только с российским футболом. И ни для кого не секрет, что тренеру сборной России по футболу Фабио Капелло до сих пор не выплатили зарплату. А, как известно, выбивать деньги из должников у итальянцев в крови. Вы должны успеть привезти мне деньги, пока отлеет моя сигара. Нет, сигары привозить мне не надо, мне нужны мои деньги. Что такое? Да отставь покурить. Идиот. И давайте без фокусов. Если вы вздумаете обратиться в полицию, то я пущу на корм рыбам Федора Смолова. Ну, светленький такой, по двадцать пятым номерам. Да-да-да. Смолова. Чао, грасис. Ну что, Киржаков, может быть, ты и знаешь, где мои денежки? Почти попал. Хорошая попытка, Саша. Все, мое терпение лопнуло. Я буду убивать вас по схеме 4-4-2. А почему? Потому что именно по этой схеме вы убиваете надежды российских болельщиков. Дон Фабио. Да, Кенфеев. Один звонок, и я верну вам ваши деньги. Бросайте телефон. Вещь дорогая лучше передам. Поймите, если мне не заплатят... О, мамма миа! Я не понимаю, почему в такой огромной и великой стране, как Россия, с населением более 150 миллионов человек, не могут найти нормальных 11... Да что там 11... Хотя бы 7 миллионов евро! Видимо, я никогда не дождусь своих денег. Чао! Стойте! И как мы будем играть дальше? Как обычно, импровизировать. Дорогие друзья, почему сейчас играет джаз? Как гласит Википедия, джаз — это музыкальное произведение, исполненное группой лиц, в основе которого лежит импровизация. Так давайте будем себя утешать тем, что наши футболисты не играют в футбол, они играют в старый добрый джаз. Итак, уважаемые коллеги по судейству, по жюри, и давайте только какую команду хотите в вышку. И почему? Коротко желательно, потому что их много, а эфира не так, как хотелось бы. Пожалуйста, Леонид. Мне кажется, вот часто очень современно КВМ упрекают в отсутствии импровизации. Я за старый добрый джаз. Александр Александрович. Ну, я тоже за старый добрый джаз, безусловно. Еще, я не знаю, поддержат ли меня коллеги или нет, могут не поддержать, но сборная Оренбургской губернии тоже, мне кажется, весьма интересный кандидат. Дмитрий. Дмитрий. Ну, юмор вообще не мой конек. Мы почему вас так долго приглашаем и часто? Мы хотим дождаться, когда вы все-таки созреете для... Мой конек — горбунок? Да. Я... В двух словах. Сборная Оренбургской губернии. Когда команды приглашают на сцену такой масштаб, это очень красиво, но мне кажется, что зачастую этим подкрепляется нехватка чего-то главного. Хотя я согласен с Сан Санычем, это было очень крепко. Вот на этом этапе. Огни большого города. Да, хорошо, точно. Мне показалось, несколько нет отшлифованности шуток. Мне так показалось. И сборная МФЮА, я плохо еще читаю, растянута, но хорошо. Я за вас. Да, ну теперь и я, наверное, должен сказать. Молодцы оренбуржцы. Подтянули резервы из других команд. Но, в общем, картина такая для начала, для праздника получилась. Затянул немножко господин Капелло. Итальянец все-таки потемпераментнее должен быть, понимаешь? Я согласен с большинством находящихся за этим столиком. Давайте пригласим сборную МФЮА Москва. Продолжаем. Здравствуйте. На сцене команда КВН Самара. Друзья, еще год назад мы наслаждались Олимпиадой в Сочи. Но многое оставалось за кадром. Страсти кипели не только на спортивных объектах, но и в обычных столовых. Итак, давайте представим. Олимпийская деревня где-то в столовой. Ничего себе очередь. Да капец, уже полчаса стоит. Ну, кормят-то здесь хорошо? Даже слишком. В смысле? Я фигурист. Опа. Ты смотри, биатлонисты еще одну медаль взяли. Вот дают. А ну-ка, фигуристы пропустили биатлонистов. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А ну, выходи, пицца! Ха-ха, пицца! Да! Да! На! На! У-у-у! Это не честно, это не по-спортивному! Я не верю в чудеса, но летит машина в небеса! Эй, куда это ты собрался, а? Эй! 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 А что уже горячие дают? Да нет, ребят, играйте, играйте! Друзья, ну и подытожим. Вы знаете, мы точно уверены, что у нашей сборной на следующей Олимпиаде все будет хорошо. Но судите сами, если они такое с подносами вытворяют, то что будет, если им дать лыжи, коньки и клюшки? Команда Квайн Самара, спасибо! Добрый вечер на сцене сборной банкетных ведущих. Многие команды после КВН начинают вести банкеты. Ну а мы наоборот, из банкетов пришли в КВН. Вы знаете, каждый мужчина, живущий в нашей стране, считает, что отлично разбирается в спорте, политике или какой еще либо теме. Но на российском телевидении появился человек, который думает, что отлично разбирается абсолютно во всем. Добрый вечер, говорим о политике. И сегодня у нас в студии самый скандальный российский футбольный критик, настоящий правдару, бывший футболист сборной и московского «Спартака» Александр Бубнов. Но мало кто знает, что Александр Бубнов помимо футбола разбирается еще и в политике. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот вы все прикалываетесь над Бубновом, да, что Бубнов смешно кортавит. А у меня просто полный рот правды, ты понимаешь? Ты спроси у Бубнова, я тебе расскажу все, что хочешь. Да, Александр, а что вы думаете по поводу санкций? Санкций? Это все Меркель там вот это все баламутит, ты понимаешь? Она училась в ГДР, одевалась в ФЛГ, ты прикинь, что у нее в голове. Ха-ха, ты понял? Ноль. Ноль техника тактических действий, ты понимаешь? Больше брака только у барака, понимаешь ты, нет? Ты спроси у Бубнова, я тебе расскажу, как все. Да, Болгария, Болгария вновь дала согласие на продолжение строительства газопровода «Южный поток». Пожалуйста, прокомментируйте. Да что ты слушаешь, этот Болгар, у них там вообще ничего не понятно, ты понимаешь? У них, да, это вот так вот, а нет, это вот так вот, понимаешь? Они друг друга не понимают совсем, ты понимаешь? Голова на других шарнирах у них. У нас в «Спартаке» у «Кофтуна» такая голова была. Он в свои ворота все время срезал, понимаешь? А вот ты спроси у Бубнова, я тебе расскажу. Хорошо, давайте о кино поговорим. Вы смотрели новый фильм «Хоббит»? «Хоббиты» они смотрят, это где орки с гоблинами дерутся, что ли? Ты сходи на матч второго футбольного дивизиона «Динамо-Майкок». Вот там люди с мохнатыми ногами босиком по полю бегают, понимаешь? Вот это морда! Ха-ха, ты понял, нет? Ты спроси у Бубнова, я тебе расскажу. Александр, и в конце что-нибудь для наших телезрителей. Вот вы все спрашиваете, да, почему Бубнов о себе в третьем лице говорит. А ты спроси у Бубнова, почему он тогда... Все, до свидания! Друзья, вы знаете, мы приехали в Сочи, и к нам сразу же подошел полицейский и спросил. Ребят, а вы КВНщики? Мы говорим, да. Он спрашивает, Союз? Нет. Камызяки? Нет. А, ну тогда я вас не знаю. Мы спрашиваем его, а вы точно полицейский? Он говорит, да. Дукалис? Он говорит, нет. Лейтенант Коломбо? Может быть, Махоуни? Комиссар Жюв, может быть? Сборная банкетных ведущих. Будем знакомы. Сборная Дагестана, город Махачкала. Друзья, Республика Дагестан – это единственное место на планете, где олимпийских чемпионов больше, чем блондинов. И это все потому, что спорт у дагестанцев в крови. Итак, давайте представим самую обыкновенную дагестанская семья. Жена, ас-салам алейкум. Уа алейкум, салам муж. Жена, посмотри в окно, там кто-нибудь борется. Нет. Значит, зима пришла. Атец, салам алейкум. Уа алейкум, салам. Видели, сынок, видели. Папа, мама, можно я пойду на улицу, снеговика сделаю. Иди, сделай его, сынок. Да, мамочка. Да, мамуна. Кто-то звонит, а ну посмотри, кто звонит. Ас-салам алейкум, соседи. Алейкум, ас-салам. Соседи, у меня сын родился. А уши когда будете ломать? Как когда? На день рождения Карелина. А как ваш сын в Москве? Как живет? Что пишет? Живет хорошо. Пишет плохо. Я побежал. Давай. Кто там опять звонит в дверь? А ну посмотри. О, сосед пришел. Ас-салам алейкум. Алейкум ас-салам. Да, подожди. Не накрывай, я ненадолго. Магомед, у меня сын родился. О, а Магомедом уже назвали? Нет. Мы хотим назвать его овечкин. Он же у нас на Курбан-Байрам родился. Пойдем проведу. Папа, салам алейкум. Смотри, я тебе невесту свою привел показать. Магомед. Жена, у нас праздник. Неси гантели, будем отмечать. Бегу-бегу. Тост. Однажды одно спелое яблоко упало недалеко от яблони. Но вовремя успело сгруппироваться и не упало в глазах земляков. За тебя, сынок мой, чемпиона мира по-двухкратному. Давай, давай, до дна, до дна, до дна, давай, до дна. Друзья, приехав на Красную Поляну, мы поняли, что бесконечно можно смотреть на три вещи. На то, как горит олимпийский огонь, на то, как течет талая вода с крыш отеля и на то, как тысячи и тысячи русских ребят спускаются с гор. Сборная Дагестана, друзья! Все зависит от нас сами, все зависит от нас сами. Ничего в мире нет такого, что не помазано, не волна. Все зависит от нас сами. Сан Саныч, давайте с тебя. Банкетные ведущие чемпионы первой лиги в прошлом сезоне. Это главный наш дивизион, который готовит команды для телевизионных лиг. И мне кажется, вы вполне заслуживаете повышения в классе, на мой взгляд. Ну и Дагестан. Дагестан доказал, что в очередной раз не только в хорошей спортивной, но и в военовской форме. Это очень отрадно. Мне кажется, две команды из этой тройки достойны. Сборная банкетных ведущих и сборная Дагестана. Ну, может и две. Димитрий. Да, Самара. Филигранная работа с подносами. Но, как выясняется, сами по себе подносы шутки не рожают. Есть еще чего додумать. Значит, сборная банкетных ведущих. У меня полный рот правды, поэтому я скажу. Я увидел в них перспективу. Да, смотреть на дагестанцев всегда интересно. Вся природа противится юмору. Но вот на этом коротком отрезке времени для меня это эталон сегодняшнего выступления. Динамика, юмор. Точно. Пожалуйста, Леня. А я бы все три команды взял в высшую лигу. Я могу объяснить свою позицию. Самара. Ну и что, что подносы. Без подноса шутку не донести. За подносом кроется Квеновский город Самара. За подносами кроется большой потенциал, на мой взгляд. Сборная банкетных ведущих. Отлично. Бубнов. Пять баллов. Просто прекрасно. И сборная Дагестана. Просто супер. Нет слов, ребят. Отлично. Но я сборной банкетных ведущих прежде всего благодарен за то, что они меня... Я не такой спортивный болельщик, чтобы знать всех спортивных комментаторов. Спасибо, что познакомили меня. Я теперь буду его искать в эфире и всем говорить, что это по наводке сборной банкетных ведущих. Дагестан. Нормально. Самара. Молодцы. Ну подносы, да, подносы. Ну за подносы спасибо. Хорошо. Берем две команды, как вы настаивали. Сборная банкетных ведущих и сборная Дагестана. Спасибо. Продолжаем. Наше сельское хозяйство. Продолжение следует. Продолжение следует. Команда КВН. Сборная сельскохозяйственной академии. Добрый вечер, дорогие друзья. Перед вами работники сельского хозяйства. В прошлом году в Сочи прошли Олимпийские игры. Но так как село немножечко отстает от города, то сельские игры пройдут в этом году. И для их открытия на сцену приглашается председатель нашего колхоза. Александр Владимирович Ланин. Добрый вечер. Значит так, в начале церемонии открытия нужно будет из коров выложить надпись «Добро пожаловать». Только проследите, чтобы коровы не расходились, а то получится как в прошлый раз. Ладно, что еще по подготовке? Где мой секретарь? Да, Александр Владимирович. Танечка, что там с моим костюмом для церемонии открытия? Звонили из химчистки, сказали, что ваши вещи течением унесло. Да, и вот еще. Письмо анонимное в министерство на почте перехватили. Наш председатель Александр Владимирович весь спортивный бюджет растранжирил. И Владимирович с мягким знаком написано. Там же зачеркнуто. Работнички. И еще. Перед сельскими играми нужно будет все село гирляндами украсить. А то в прошлый раз всего одну улицу украсили, так на нее чуть самолет не сел. Александр Владимирович, открытие игр в Сочи было ярким и запоминающимся. А у нас что будет? Как это что? Танец? Машенька, давай. Музыку! Вот такая у нас церемония открытия. Ладно, церемония открытия. На сами соревнования, наверное, много денег надо. Ну что, мы денег не соберем? На церковь же собрали. Хотя тоже мало людей верила. Сборная сельскохозяйственная академия. Спасибо. Команда КВН сборная Батайска. Дорогие друзья, в прошлом году в Сочи прошло много важных событий. Но, согласитесь, нет ничего важнее отношений. Итак, представьте, пилот Формулы-1 поссорился со своей девушкой прямо перед заездом Гран-при Сочи. Встань с трассы. Ты никуда не поедешь. Таня! Дима, я еще раз повторяю, я отсюда никуда не уйду, пока ты не извинишься. За что? I'm sorry. Вот, мужчина вообще ни за что извинился, а ты накосячил, даже не собираешься. Отлично. Я единственный не стартовал. А это все происходит, потому что ты ведешь себя как... Мне еще мама говорила, что ты... Да пошла твоя мама к черту. Отстаешь. Таня, здесь опасно. Ты можешь обидеться на 10 метров вбок? Смотри, я вон уже на круг отстаю. А это еще кто такая? Лидия Степановна. Какая еще Лидия Степановна? Да и на вид лет 18. И что у нее отчества не может быть? Дима, все. Выбирай. Либо я, либо Формула-1. Формула-1. Че ты так быстро ответил? Потому что я гонщик. Таня, ты понимаешь, если я выиграю, я заработаю 4 миллиона евро. Ого! Это если на наши перевести? Я че, идиот, сейчас это на наши переводи. Смотри, я единственный не еду. Что у вас здесь происходит? Она обиделась не пойми на что. Дима! Ну мы просто встречаемся уже 5 лет, он вообще не шевелится. Ну так сделай ей предложение. Стань. Ты выйдешь за меня? Да, мой победитель. Александр Васильевич, извините, пожалуйста, что все пошло не по сценарию, но получилось так, что именно в Сочи 2 года назад вы приняли решение принять команду из Батайска и команду из Москвы и Волгограда в премьер-лигу. И именно там я встретил свою любовь. Танюша. С тех пор, как мы встретились, я хочу, чтобы, где бы наши команды ни оказались, чтобы ты всегда была со мной. Ты выйдешь за меня? Да. Д-НАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, где пока нас нет, мы попытаем счастье Мы будем идти на сверху, который не погасит И так, где пока нас нет, мы попытаем счастье Мы будем идти на сверху, который не погасит И так, где пока нас нет, мы попытаем счастье Продолжайте на том месте, на котором остановились. Тань, ты выйдешь за меня? Да, мой чемпион! В тот день он все-таки пришел к финишу первым. Осуществил свою мечту и стал самым счастливым человеком на свете. А Диму дисквалифицировали. Дорогие мужчины! Хотелось бы вам напомнить, что любовь и Формула-1 — разные вещи. В любви не важно стать первым. В любви важно стать единственным. Сборная Батайска, спасибо! Команда КВН — плохая компания. Дорогие друзья, нам кажется, что на Олимпийских играх в Сочи самым интересным были не сами соревнования, а очередь в кабинет для сдачи теста на допинг. Это был один из лучших в Интер-Олимпийских играх. Я думаю, что это очень... А здесь очередь, да? Саня, можешь еще покурить? Здесь очередь. Здоровые иностранцы! Че такие угрюмые? Подождите, от вас что, алкоголем пахнет? Ну, конечно. Я бы посмотрел, как ты трезвый, вперед лицом вниз со скоростью 200 км в час летишь. А, вы скелетонист? Нет, я лыжник так себе. А ты сам-то чем занимаешься? Керлинг. Керлинг? Да. Я, кстати, всегда хотел спросить, вот вы когда свои камни толкаете, зачем орете, как резаные? У вас же камень просто катится, он же не выходит. Ой, все. Спасибо большое. До свидания, доктор. О, подожди. А там сейчас кровь берет симпотно или тетя Валя? Что? Я не понимаю. Хоть бы тетя Валя, она в Вену с первого раза попадает. А это кто был? Вы что, это же Оля Эйнар Бьерн Даллен. Ого. Ему-то хорошо. Он с первого раза свою фамилию выговорил, и все, вне подозрений. Ну, тут стой, мучайся. Да, надо золото брать. У вас что, еще гонка впереди? Нет, у нас ситуация такая в стране сейчас. Ну что, плохие новости, Терещенко, завалил ты добинг-тест. Не-не-не, подожди, Михалыч, давай договоримся. Я клятву Гиппократа давал. А я как-то раз сам себя подстрикну, что за информация-то поперек разговора. Давай порешаем, у меня все-таки третья Олимпиада, последняя. Хоть в одной-то я должен поучаствовать. Ну, не могу я. Я бумаги подписывал. Подожди-ка, я кое-что придумал. Братишка, выручи и сдай за меня анализы, а? О, не-не, это исключено, нет. Что, ну как ты не понимаешь-то? Ну, завалю я допинг-тест. Ну, погонят меня в шею из спорта. Мне придется домой вернуться, в родной город, на завод устроиться, начать делать гусеницы для танков. А тебе, европейца, оно надо? Давайте баночку. Михайлович, я договорился. АПЛОДИСМЕНТЫ Сборная Иркутской сельскохозяйственной академии. Мне очень понравился танец Машеньки, поэтому я за вас. Что касается сборной Батайска, и несмотря на ваш основной козырь, Лидию Степановну и ее ноги, мне кажется, рано. Что касается плохой компании, мне очень нравится Лысый. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, что многие поклонники этой команды хотят видеть ее в сезоне. АПЛОДИСМЕНТЫ Батайовск, фавориты сезона. Добро пожаловать в высшую лигу. Рад за вас, ребята. Только не забудьте, что вы фавориты сезона где-нибудь на четвертфинальной стадии и не вылетите раньше времени. Иркутск, мне кажется, что все-таки рановато. Это мое личное мнение. Ну а что касается Батайска, то две команды в высшей лиге на одну семью, это как-то перебор. Мне кажется, вам хватит и одной. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Я солидарен с Сан Санычем. Плохая компания. Это ваш шанс этот сезон. Я также хочу пожелать вам удачи, ребята. Дерзайте. Я выбирая между Иркутской сельскохозяйственной академией и сборной Батайска, честно говоря, ребят, я очень люблю команду Батайска. Но в данном случае я бы поддержал отечественное сельское хозяйство и выложил бы из коров слово «высшая лига». Какая-то мода пошла у КВНчиков делать предложение на КВНовской сцене, но это не самая плохая мода. Мы поздравляем и тебя, и твоего жениха. Ребят, ну действительно, представителей сельскохозяйства давно не было. Я тут солидарен со своими коллегами, вот двумя. Если так складывается, то давайте позовем в вышку и плохую компанию из Красноярска, и сборную Иркутско-сельскохозяйственной академии. А теперь, уважаемые зрители, давайте вспомним кое-какие фестивальные моменты. Это приятно. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Вы знаете, друзья, посмотрев опять на Красную Поляну, я хочу сказать следующее. Мы благодарим ОАО «Центр Омега». Красная Поляна. Новая сказка снежных вершин. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Продолжаем. Третий тур. Команда КВН – лучшие друзья. А мы просто уверены, что КВН – это тоже олимпийский вид спорта. А что? Судьи есть, команды есть, и все хотят быть на первом. Именно поэтому сегодня мы установим первый КВНовский олимпийский рекорд. Мы покажем за две минуты максимальное количество миниатюр. Итак, быстрые миниатюры. Человек, который выпил Ред Булл и снотворное одновременно. В кабинете у директора школы. Ну, что ты мне скажешь? Я больше не буду. Что значит «больше не будешь»? Я ж уже налил. Очень самокритичный парень. Дебил. Человек, которого через секунду застрелят. Дантес, шмантес. Кентавра разрубили пополам. Ребятки, идем на рекорд, но нужно быстрее. Так давай показывать двойные миниатюры. А это как? А это по две миниатюры в одной. Два отца в детском садике и девушки смотрят футбол. Слушай, а где наши? Белорусский футбольный клуб БАТЭ в Лиге Чемпионов и на казни. Ё-моё, семь голов. В переполненном автобусе и в ЗАГСе. Женщина, не давите на меня. Медсестра пациенту и мечты главы Центробанка России. Сколько? 36,6. Ребятки, есть рекорд? Мы показали 28 миниатюг за две минуты. Вообще-то 14. А кто считал? Ну да. Именно поэтому мы желаем каждому из вас устанавливать только сплошные рекорды. Особенно в КВН. С любовью из Белоруссии лучшие друзья. Команда КВН «Фулл Хаус». Для того, чтобы достойно воспитать молодежь, необходима огромная выдержка. И никто не достигает такого уровня самообладания, как школьные учителя. Итак, представьте внутренний голос учительницы, которую только что довели до ручки. Паразиты! Какие же вы паразиты! Ты вообще идиота, кусок! Ну все. Вы хотели войны, вы ее получили. Давай, мочи! Значит, к завтрашнему дню. Вы выучите мне наизусть. Следующие параграфы. А теперь называй номера параграфов максимально медленно и тихо, чтобы у них вообще головы взорвались. Значит, первый. Да. Второй. Да. Так, на задней парте. Кажется, настало время для шутки, которую мы готовили год. Вообще-то я не дрессирую жвачных животных. Ладно, продолжаем урок. Кто ответит домашнее задание? Кто из них больше всего тебя бесит? Петров. Рассказывай стихотворение. Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Тушь себе куплю. Лошадка снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Разбы пушистые взрывы. И румяны. Летит кибитка удалая. И помаду 58-ю красную. И мщик сидит на облучке. Ладно, садись, четыре. Так, Сидоренко, давай-ка мы тебя послушаем. Ну, там, мороз и звезды, и солнце, там, день, прекрасный. Чудесный, чудесный, чудесный. Еще кемаришь ты, друг мой, любезный, там, вот. Ладно, завтра расскажешь. Спасибо. Елена Дына, здрасте. А можно у вас взять двух мальчиков покрепче? Василий Петрович. Возьми лучше меня. Друзья, в третьем туре фестиваля участвует очень много команд, каждая из которых действительно достойна высшей лиги. Но мы бы хотели обратиться к конкретному человеку. Александр Васильевич. Возьмите лучше нас. С вами была команда КВН Фулл Хаус. Спасибо. Команда КВН Сураб. Победа на Олимпиаде воодушевила всю страну. Даже простой физрук из пензенского ПТУ решил, что сможет воспитать настоящих олимпийских чемпионов. Ну че, охламоны, готовы стать олимпийскими чемпионами? Ага. Давай. Оп, молодец. А ты, Кабунин, так сможешь? Нет. А вы? Я? Конечно. Давай. Видал, как могу. Шмарев, ты вообще знаешь, что такое ГТО? Ну, конечно, знаю. Да я ее всю прошел. Я там и на вертолетах летал, и на полицейской машине ездил. Ты дубина, Шмарев. Петрова, по тебе я все решил. Ты будешь олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Вообще-то у меня справка. Опять беременна? А живот где? У Шмарева. К тебе вопросов нет? Молодец. А у меня к вам есть. Почему сетка на воротах вся в чешуе? А ты что-нибудь про нерест слышал? Нет. Тогда мне не о чем с тобой разговаривать. Давай. Да что ты прыгаешь-то постоянно? Ребят, соберитесь, честно это слово, а? Ведь у вас все получится. Ведь ровно год назад здесь, на Олимпиаде в Сочи, два пензенца навсегда вписали свои имена в историю. Пусть пальцем, пусть по сырой штукатурке, ну так вписали же, правильно? Соберитесь, ребята, вперед! Если ты все еще ищешь свою дорогу, да и вверх, если ты все еще... Пожалуйста, коллеги, давай, Лень. Ну, честно говоря, в моем положении было бы глупо, как представителю Республики Беларусь, не попросить взять в высшую лигу или не посоветовать взять в высшую лигу команду КВН лучшие друзья, город Минск, Фулл Хаус, симпатичный номер, интересно. А вот сейчас, может, крамольную мысль скажу, но Сура, честно говоря, не впечатлила. Извините, братцы. Ну, лучшие друзья, мне кажется, что вы могли бы с Леней в одной команде играть, вот образца БГУ 96-го года. Хотя суть в том, что вот эта олдскульность ваша в принципе может стать вашей фишкой, если вы будете ее дозированно правильно использовать. Я за вас. Что касается остальных команд, то, честно говоря, для меня как-то не очень убедительно, честно могу сказать. Команда Фулл Хаус. Мне очень нравится неординарный юмор, и я считаю, что у этой команды есть возможность работать в высшей лиге. что касается пензенского физрука. Ребята, в живых должен остаться только один. Пока рано. Так, вы знаете, друзья мои, тут такая уже ситуация напряженная в жюри. Я вот что хочу сказать. Во-первых, ну, ни одно жюри в мире не удовлетворит каждого смотрящего телевизионную трансляцию игры КВН или каждого КВНовского болельщика. Все равно все судят неправильно, наших засудили. Я даже когда стою в сторонке и смотрю на большое жюри, у меня тоже не всегда бывает согласие с ними. Это первое. Второе, понятно, что в коротком номере, но во всяком случае большинство из членов жюри знает потенциал команды. Их видели здесь, в Сочи. Ну, а теперь по существу. Я с молодыми коллегами по жюри типа Александра Александровича Маслякова спорить не буду, но мне нравится вот такой классический КВНовский ход. Мне понравились лучшие друзья. Этим я хочу сказать. Мы выше лиги? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, вот я смотрю, что у ребят микрофон, и я сейчас вот хочу к суре. Семен, да? Да, да, да. Да, Семен, вот мы знакомы прошлый сезон весь были, и вы хорошо начали его, и видел я ваше выступление здесь на фестивале, ну, правда, есть потенциал, но неубедительно как-то вот сейчас выглядели. Можно я скажу, Александр Васильевич? Можно, конечно. У нас просто другого выбора нет, мы просим взять нас в высшую лигу, и мы обещаем, что мы исправимся. Мы даем слово пацана, мы исправим. Слово, слово. Александр Васильевич, подожди, Александр Васильевич, подожди, Лень, я должен, я должен переварить, слово пацана. Нет, просто я во дворе вырос. Как виз, а? Просто я во дворе вырос, слово пацана, это очень серьезный аргумент. Ладно, пацаны, вторая команда, Сура Пенза. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Продолжаем. Команда КВН Саратов. Город Сочи по праву считается курортной столицей нашей страны, поэтому только здесь могла произойти такая ситуация. Представьте, ограбили сувенирную лавку. Ну хотя бы чесалки верните. Да что вы мне это говорите, как будто я их у вас украл. Давайте по порядку, что украли? Да все украли. Магниты, наклейки, ракушки. Понятно, понятно. Какие магниты? Значит, Лоу, Геленджик, Сочи, Адлер, Мацеста. Все побережье вынесли. Все побережье. Бережье. Понятно. Итак, товар было украдено на общую сумму... На общую сумму 600 тысяч рублей. А что так дорого? Ну хорошо, хорошо, если все сразу найдете, 520. Я уступлю, только найдите, ради бога. Извините, у вас ручка есть у меня закончилась? Ручка есть. Пожалуйста. Как же так? Все украли. Даже майки вот эти. Сочи лучше, чем Анапа. Но кому они нужны? Но кому они нужны? Ну все, все, успокойтесь. Да не могу я успокоиться. Да почему? Ну потому что массажеры для головы тоже украли. Хорошо, давайте я вам обещаю, мы найдем виновного. Знаю я вас. Вон, Олимпийское кольцо не раскрылось. Нашли виновного? Вот не надо. Все знают, это было недоразумение. Недоразумение? Просто кнопка не работала, потому что ее Эрнст слезами залил. Какими слезами? Обычными слезами. У него было ведро слез. Он шел заправлять олимпийского мишку. Споткнулся и разлил. Еще и олимпийских мишек украли, чем я буду торковать. Все, перестаньте. Давайте так рассуждать. Сейчас все равно зима, не сезон, туристов нет. Что вы так убиваетесь? Ну, может быть, вы и правы. Здравствуйте, мы КВНщики, у нас тут фестиваль. А можно мне магнитики? А мне ракушку. И футболки такие, Сочи лучше, чем Анапа. Есть? Ну, хотя бы ракушки верните, чем я буду там. Дорогие друзья, Сочи просто обалденный город для отдыха. Представляете, как здесь отключается мозг, если люди начинают покупать чесалки, светящиеся брелоки, ракушки, наклейки? Команда КВН «Молодость»! Здравствуйте! Друзья, все вы знаете, что в нашей стране уже много лет существует футбольная команда «Старко», собранная из звезд шоу-бизнеса. Так вот, представьте, что после Олимпиады был создан ее хоккейный аналог. Итак, первая двухсторонняя тренировка команды «Звезд». И мне прямо шок, и в зубы, и в зубы, и в зубы, и в зубы, и в зубы! Ну-ка, тихо, тихо, тихо! Ну-ка, дай-ка сюда! Тихо! Вы что, не понимаете? Мы завтра играем против звезд западного шоу-бизнеса. А как мы против них будем играть, когда мы против друг друга сыграть не можем? Александр Градский, вот вы вратарь. Вы почему стоите спиной к площадке? Вот когда будет хороший бросок, я повернусь. Тренер, вы долго будете рассусоливать? Мы пойдем в тренажерный зал или нет? Я извиняюсь, это кто? Это Ковальчук. Юля, а что с тобой? Это же надо предупреждать. Кстати, кто у вас в команде ездит постоянно без шлема? Понятно, кто. Александр, я вас умоляю, наденьте шлем. Голубчик, я сам решу, что мне надеть. Да что такое? Вы поймите, вам нужен шлем для снижения травмоопасности. Да как мы ее снизим? Набрали идиота в команду, клюшку в руках никто никогда не держал. Собственно, вот поэтому и нужно тренироваться. Так, первая пятерочка, давайте, давайте, давайте. Налет, 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 налет. Налет, налет. Погодите. А где Буланова? Мы ее выгнали. За что? Да вот за это! Ну ладно, нет Буланова, не будем плакать. Ну что, шоу-бизнес, собрались? В хоккей играют настоящие артисты! Корж не играет в хоккей! Да! Через день после этой тренировки наши звезды обыграли своих североамериканских коллег со счетом 18-2. А все почему? Да потому что никто из этих людей участия в матче не принимал. Наша Россия, страшная сила, страшная сила, наша Россия! Молодость, куда уходит молодость? Команда КВН «Чистые пруды» Райл имени Плеханова. Одна из тем фестиваля — молодежь, среди которой сейчас очень популярно такое музыкальное направление, как рэп, который отличается своей импульсивностью и энергетикой. Но нет ничего более импульсивного, чем французский рэп! Мои Горо! Мои Горо! Затальфал Базука! Затальфал Базука! Кирилль и Берлибертий, КВН Добривича! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 КВН «Молодость» в прошлом сезоне участвовали в высшей лиге. Я правильно понимаю? Да. Именно так. Все правильно. Если честно, я дал бы им еще один шанс в этом сезоне. Возможно, я сейчас аргументирую, возможно, во мне в первую очередь говорит редактор. Ну, я во мне тоже говорит редактор. Очень часто. И Саратов более успешен был в прошлом сезоне. Молодость не так как мне помнится. Но, правда, то, что мы видели, кроме этих номеров на фестивале, какую-то надежду дает. Что касается ребят, вы потрясающий у вас номер. Ну, просто улет. Я вот сколько смотрю, все получаю удовольствие. Жалко, что в общем-то, как у КВНовской команды, как показал этот фестиваль, пока, в общем, больше-то ничего его и нет. Ну, еще один рэп, но как-то странно. Может быть, я не знаю, в какую-то другую лигу. То есть, не может быть, а точно вы найдете место в какой-то другой КВНовской лиге. Вам громадное спасибо, в принципе, за то, что вы показали. И я за две команды, так же, как Леня, за Саратов и за молодость, конечно. Что касается Саратова, мне показалось в конце сезона, что вы устали. Вы устали? Немного. Если вы чувствуете в себе силы, что вы наберете второе дыхание, вы должны идти дальше. Если нет, вы должны в этом честно признаться. Потому что то, что мы видели сейчас, это не стало более отдохнувше и свежо. Но вы большие молодцы, в принципе. Поэтому я за вас. Что касается молодости, я, к сожалению, не был на фестивале. Меня не зовут. Меня и сюда не звали. Меня на главную точку зовут, на финал. Это путем интриг и унижений. Ну, значит, я не в курсе, понимаешь. Я попросил позвонить и на Гиеву. Вы бы слышали, как со мной разговаривали по телефону. Не интригуй, Дима. Что касается вот ребят, чистые пруды, пацаны, когда я устраивался на первый канал, я примерно так же выглядел в кабинете у Эрнста. Примерно с таким же номером. Спасибо большое. Я за Саратов. Рэп, французский рэп это номер фестиваля и эту команду в любом случае уже запомнили на века по этому номеру, с чем я вас поздравляю, друзья. А юмор Саратова, он нравится миллионам и в эти миллионы вхожу и я, безусловно. Я очень рад, что вы вновь в высшей лиге. Кирилл, поздравляю вас отдельно. Спасибо большое, Сан Сан Сан. А что касается Красноярска, то ваш номер был, прямо скажем, неубедительный, он был статичный, он был невкусный, неинтересный, но все-таки я верю в эту команду, я думаю, что главное свое слово она в этом сезоне еще пока не сказала и она скажет, безусловно, в высшей лиге. А я считаю, что Красноярск этим номером сказал, что хоккей у нас в России не смешной, а настоящий. Да. Ну хорошо, жюри все поняло и насколько я понял жюри Саратов и молодость Красноярского и Шилиги. Продолжаем, друзья. Азия-микс Бишкек. На прошедшей Олимпиаде Россия собрала больше всех медалей, а Кыргызстан впечатлений. Итак, кыргызская сборная после Олимпиады. Поздравляю. 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 Идиоты. Как вы выступили? Я вас спрашиваю. Ну с нами поехали бы и увидели, как мы выступили. А я виноват, что я в тюрьму попал. Кстати, я не виноват. И зачем вы только русского в команду взяли? Ну русские же азиата взяли, и он выиграл. Мы подумали, у нас наоборот. У вас наоборот, он проиграл. Все потому, что беспонтовый биатлонист. Я беспонтовый? Да я, между прочим, с 500 метров белки прямо в глаз попадаю. Вот именно. Ни одной мишени, куча мертвых белок. Хоккейный вратарь вообще дырка. Я хороший вратарь. Не может быть хороший вратарь с фамилией дырка. А я хороший вратарь? Да? Ну тогда вот на, лови его. Короче, состав надо менять. Почему? Потому что этот в крови обнаружили. Кстати, кто у нас за допинг отвечает? Я, 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 я. Что скажешь? Будет, будет. Молодец. Ответственный пацан. Где тренер? Нет у нас тренера. Ты за него. Нормально стоит. Сюда иди. Тренер, где миллион долларов, которые вам выделили? Так все же на подготовку ушло. Что ты мне лечишь, тренер? Давай вместе, да, посчитаем. 200 тысяч на экипировку, да, ушло? Да. 300 тысяч. Перелет, проживание, питание, да? Да. Где остальные 200 тысяч? Там вообще-то 500 остается. 300 тысяч. Я сам знаю, где. Я про 200 тысяч спрашиваю. Алло. И че орешь? Я не ору, это ты орешь. Тихо с президентом общаюсь. Раз на то пошло, чтоб к вечеру мои 200 баксов вернул, понял? Ну и что, что ты президент? Это ты в своей шахматной федерации президент, понял? А мне не звони больше. Ну что, готовы идти? Куда? В Южную Корею. Если сейчас выйдем, то как раз к началу Олимпиады успеем. Так что давайте, вперед! Алга! Вот за что люблю вас, вот за этот победный дух. Молодцы! Команда КВН Экскурсия по городу. Начнем неожиданно! Танцы! А мы танцуем из Генгуны в оранжевых платежах. Здравствуйте! Добрый день! Это уборка номеров. Пум-пум-пум! Дело в том, что у вас очень грязный и не смешной номер, а! Шунду показывайте. Тема фестиваля Сочи. Молодежь. Олимпиада. А вы здесь вообще не в тему. Да вы даже на спортсменов не похожи. Вот взять хотя бы тебя, получеловек, полуягуана, отойди отсюда. Так, а тут у нас что, друзья? Как вы думаете, кто украл штаны у осла из бременских музыкантов? Спортсмены так не выглядят. Иди переодевайся. О-о-о! А здесь у нас звезда мини-футбола. Ну и каким ветром тебя сюда занесло опять трансферное окно открылось? Так, еще одно оскорбление и я позову своих братьев. Зови мне, не страшно. Что там шестеро таких же, как ты с молоточками на плече. Хей-хоп, хей-хоп. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хей-хоп, 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 хей-хоп. Ну ладно, 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 не расстраивайся. Друзья, на самом деле у Лешки сегодня день рождения и я приготовил тебе сюрприз, о котором ты мечтал всю свою жизнь. ты купил мне велосипед. Велосипед? Сейчас, секунду, мне нужно позвонить. Алло, Снежана, а можешь по дороге в спортивный магазин заехать? Да, велосипед купить очень долгая история, я потом все объясню. Кстати, Снежана, вот такая баба с одним пальцем. Как она, значит, на велике поедет, я вообще не знаю. Все, все, ребят, я решил с этого момента мы больше не команда КВН, теперь мы футбольная сборная. Я уверен, из вас выйдет отличная командежка. К тому же у нас уже есть идеальный центральный нападающий. Че, ты нападающий? Да я видел, как ты вчера на завтраке на булку напал, растерзал курага в разные стороны. Молодец, продолжай в том же духе. Ты, значит, будешь защитник, ну а ты, соответственно, полузащитник. Я думаю, не нужно объяснять, почему ты полузащитник. Ну и славненько. Ну что, все в сборе, поэтому давайте наш боевой клич скажите Э! Э! Дажите К! К! Дажите С! А, это очень долго. Короче, экскурсия по городу, вперед! Ну что, пора начать тренировку и начнем мы с репетиции празднования забитого мяча, поэтому давайте, репетируйте. Так, а ну-ка, выключи музыку, а? Вы че, больные, что ли, или че? Да хватит, у тебя уже губы синие. В общем, нет, футбол это не наше, мы будем заниматься биатлоном. Почему это биатлоном? Потому что это единственный вид спорта, где я вас официально под шумок пристрелить смогу. Бейби, джиннайт, да, бейби, джиннайт, девочка, ты не можешь меня называть биатлоном. Уважаемые дамы и господа, к чему мы все это показали? Дело в том, что наша команда очень любит заниматься спортом. И если вы хотите выглядеть так же, как и мы, то мне даже страшно представить, как вы выглядите сейчас. Экскурсия по городу! Спасибо за внимание и за терпение! Команда КВН «Москва не сразу строилась» МГСУ. Друзья, для своего номера мы выбрали тему молодежь. А для молодежи одним из важнейших событий в жизни является свадьба. Но к ее подготовке парни и девушки относятся по-разному. Итак, ночь перед свадьбой. Четыре часа утра, я хочу спать. А я хочу завтра не опозориться. Давай прорепетируем танец в последний раз. Слова ведущего. Встречайте, самая счастливая пара в этом мире. Я давно хотел сказать, что я тебя люблю. Люблю тебя одну, как не любил никто. Небеса тебе одной под ноги постелю. Дима! Танцуй, танцуй! И вот тут меняется музыка. О. Май. Год. Дима! А сейчас выбегают счастливые подружки-невесты. По-стра-ем! Бля! По-виденьям. В этом мире то, что я люблю. Тебя искал всю жизнь. Встал по твореньям. Обниму я этот мир, который подавил тебя. Ну и в конце родители. Мир, который до тебя был для меня совсем чужой. Под нему любя... Так, стоп! Все плохо. Давайте еще раз. Давайте! Спокойной ночи! Зима! Друзья, на самом деле главное в отношениях это любовь и терпение. А как будет поставлен первый свадебный танец, это не совсем важно. Важно, Дима! Это очень важно! Друзья, любите друг друга! Надо еще! Кто начнет? Я могу начать. Пожалуйста. Для меня вот все очень очевидно в этой тройке. Москва не сразу строилась. Спасибо за очень милый номер. Но вот опять же, включу редактора. Ну, рановато еще. Рановато еще. Я бы на вашем месте где-нибудь поиграл. А вот Азия Микс и экскурсия по городу для меня все очевидно. Больше скажу. Экскурсия по городу! Если не сбавите обороты, можете в вышке такого шороху навести. Молодцы, ребят. Так держать! Что касается команды Азия Микс, на творчестве некоторых участников команды я вырос. Но... Но, как показал сегодняшний вечер, есть еще порох в бешкекских пороховницах. Я за то, чтобы эта команда была в высшей лиге. Команда Экскурсия по городу. Ребята эксплуатируют юмор, лежащий на поверхности и делают это совершенно филигранно. Для меня это готовая командежка для высшей лиги. И я не соглашусь со своим коллегой. Я считаю, что Москва не сразу строилась. то, что я видел сегодня. Вы там видите какие-то низинные части айсберга. Я видел то, что видел. Мне очень понравилось. Я считаю, что вы абсолютно готовы для работы в сезоне. Поздравляем. для. Какие команды вы предложили-то? Я считаю, что это единственная тройка, где готовы все три команды идти дальше. Тяжело оценивать команды, которые тебе лично очень нравятся, потому что мне очень нравится и Азия Микс, которую я уже давно знаю. И мне очень нравится и все время я сказал, что эта команда имеет все шансы стать культовой. Это экскурсия по городу в Новосибирск. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эти две команды вполне могут дойти до финала в следующем сезоне Высшей Лиги, с чем я их и поздравляю. Что касается МГСУ, то Высшая Лига, конечно, рано, но думаю, что все ваши мечты сбудутся, если вы попадете в премьерку. С чем я вас тоже, друзья, и поздравляю. Вы не в Высшем дивизионе в следующем году, но тоже на Первом канале. Ну, в принципе, наверное, все сказали мои коллеги, мне остается просто констатировать Азия Микс Бишкек, экскурсия по городу Новосибирск, Высшая Лига. Ну, а мы еще кусочек фестивальной жизни понаблюдаем. Пожалуйста. Азия Микс Бишкек, Мы продолжаем. Добрый вечер. На сцене команда КВН Спарта-Астана. Бои без правил в наших странах настолько популярны, что в Астане недавно провели чемпионат мира по смешанным единоборствам. Итак, в правом углу ринга чемпион Астаны по каретету Ре-Ми Даньяр Зе Игл Джо Мадила. И его соперник, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, боец из России Федор Емельяненко. Эй, я не буду, не, 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 не буду тренера. Тренер, я не буду, это Федор Емельяненко. Ну, че ты, че ты? Вы че меня не предупредили, тренер? Мы тебе хотели сюрприз сделать. Сюрприз! Тренер, пожалуйста, нет, давай не сегодня, давай завтра. Почему? Ну, я в туфлях. Какая разница? Иди туда. Бойцы, на середину. Здравствуйте, Федор Владимирович. Он даже не моргает, тренер. Он любят, он любят. Так, бойцы, удары локтями запрещены, удары головой запрещены. А че вы мне говорите, вы ему скажите? Удары коленями в голову тоже запрещены. Хорошо. Пусть похлянется. Все, по углам. Are you ready? Are you ready? Happy birthday. Давай, работай. Делай, делай. Работай, работай. Работай. Делай. Работай. Делай. Давай. Ты че делаешь? Ты че творишь? Раз. Стоп. Ты че делаешь? По углам. Не, не знаю. Я не знаю, что мне делать. Мы тебе будем подсказывать. Давай. Давай, иди. Round two. Fight. Раз-два, боковой. Давай. Раз-два, боковой. Еще раз. Раз-два, боковой. Вы вы по-русски говорите, он все понимает. Все. Все, хана. Базара нет, удар. Да что ж такое? Раз. Стоп. По углам. Все. Я больше не могу. Продержись еще один раунд, и тебе поставят памятник. На могилке, да? Давай, давай. Бойцы, round three. Fight. Федор Владимирович, пожалуйста. Федор Владимирович, можно один удар, пожалуйста? Один удар. А вы очень смешно упадете. Пожалуйста, я не ради себя прошу. Я ради команды прошу. Ради команды, как воинспорта, Астана. Дорогие друзья. В конце хотелось бы сказать. Вот если у вас в спорте ничего не получается, играйте в КВН, там у вас в спорте все получится. Команда КВН «Спарта» – Астана. Здравствуйте. На сцене сборная «Татнефть» и «Добрый вечер», город Альметьевс. Этот фестиваль проходит на Красной Поляне в горке-городе. И здесь вполне бы могла произойти такая ситуация. Представьте, в одной кабинке на канатной дороге застряли Александр Васильевич Масляков и самый обычный КВНщик. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуй, Рома из Альметьевска. Ого! Правду про вас говорят, что вы все КВНщиков в лицо знаете. Правда? Ну еще и на бейджи прочитать могу. А как думаете, нас вообще снимут, нет? Снимут, снимут. В этом году фестиваль телевизионный обязательно снимут. Точно. Слушай, Рома, а ты же у нас нефтяник, да? Ну да. А вот цены на нефть, они будут продолжать падать, да? Ну знаете, я такой информацией не владею. А, ну да. Если бы ты такой информацией владел, ты бы в КВН вряд ли играл. А вы что, трубку не берете? А здесь сейчас прикольный момент будет. Алло? А, не успел. Человек со мной поговорить. Ну да ладно. Рома, у тебя, кстати, ресничка упала, загадывай желание. Ух ты, хочу играть в высшие лиги. Эх, Рома, Рома, ну зачем, слух сказал. А что? Теперь не сбудется. Бли-бли-бли-бли-бли-бли. Александр Васильевич, вот друзья не поверят, давайте с вами селфи сделаем. Ну что за детский сад? Извините. Вот. Кстати, очень удобная штука. Давай. О, Рома, смотри, подъемник починили. Сейчас будут запускать. Тогда может, как принято в КВНе. Поехали! Друзья, ну и в конце мы бы хотели пожелать, чтобы рубль окреп, нефть подорожала. Да и вообще все в нашей... Рома, ну не слух. Понял. Сборная Татнефти, добрый вечер, спасибо. Пожалуйста, Дим. Команда «Спарта» «Астана». Я прошу прощения, если я неправильно скажу. Данияр? Будете смеяться, никто из членов жюри не знал. Я не шучу совершенно, один Масляков ответил. По-моему, Данияр, сказал он. О, память. Данияр, вы нам сейчас преподали урок, как кривляние может быть оправданным актерски. Я не знаю, поддержит ли вас команда в целом, но то, что вы в команде, это уже немало. Значит, для меня вот команда «Спарта» не обсуждается в высшей лиге. Я буду просто безумно краток, потому что для меня все очевидно. «Спарта» «Астана». Для меня также очевидно абсолютно «Спарта», как и для моих коллег, есть один единственный момент, что если ты берешь любую команду из Казахстана в любую лигу, то может произойти такая ситуация, что она может не вовремя приехать, приехать не в том составе, может вообще не приехать. К сожалению, такая история произошла и с ребятами совсем недавно, по-человечески к ним нет претензий, абсолютно никаких, но вот хочется, чтобы кто-то вот в Казахстане все-таки вот мог как-то координировать работу КВНщиков. Раньше был такой человек, по разным причинам сейчас на этим не занимается. Надеюсь, что вот организационная составляющая поддержит вас, у вас есть все шансы очень мощно и красиво начать сезон. Поздравляю вас. Высшая лига «Спарта», «Астана». Продолжаем. Команда КВН «Детективное агентство Лунный свет», город Белгород. Здравствуйте. Друзья, вы знаете, мы приехали в Сочи и убедились, насколько здесь все хорошо. И нам бы сейчас хотелось до телезрителей донести, насколько здесь все круто, но хотели бы это сделать в какой-нибудь доступной форме. Благо, что такая есть. У губ твоих конфетный, конфетный вкус, твой шепот нежный-нежный разгонит грусть. Да, мы знаем, что на финале в Москве мы обещали больше никогда не использовать эту песню. Но то было в Москве. А сейчас мы в Сочи. Поэтому наша песня про то, как в Сочи круто. Мы ее чуть-чуть переделали. Ах, Сочи, 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 как хорошо! Хотелось бы приехать сюда еще! Тут таксисты всю дорогу молчат. Ах, Сочи, 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 как хорошо! Хотелось бы приехать сюда еще! Здесь все фисташки открыты. Ах, Сочи, 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 как хорошо! Хотелось бы приехать сюда еще! Моисей вел людей в Сочи. Ах, Сочи, 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 как хорошо! Хотелось бы приехать сюда еще! Это типичная сочинская продавщица Чурчхелы. Ах, Сочи, 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 как хорошо! Хотелось бы приехать сюда еще Здесь бабочка-однодневка живет два дня Ах, Сочи, 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 как хорошо Хотелось бы приехать сюда еще Тут доллар до сих пор 32 рубля Ах, Сочи, 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 как хорошо Хотелось бы приехать сюда еще Здесь гаишники носят эсочку Ах, Сочи, 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 как хорошо Хотелось бы приехать сюда еще Единственный, кто тут плакал, это Олимпийский Мишка Ах, Сочи, 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 как хорошо Хотелось бы приехать сюда еще Друзья, знаете, мы с большой долей скепсиса Относились ко всем разговорам о крутости Сочи Но приехав сюда, поняли, что здесь действительно потрясающе И знаете, кажется, впервые за долгие годы У города Белгород появился достойный конкурент Команда КВН «Детективное агентство «Лунный свет» Мы как певица Натали Следующая песня через 15 лет Спасибо Команда КВН «Горизонт» — город Москва Существует стереотип, что в социальных сетях сидит только молодежь Но это далеко не так Например, мы нашли инстаграм Александра Васильевича Маслякова Внимание на экран И сразу же первое фото Заселился хэштеги «Сочи, спорт, олимпиада, молодежь» А ты уверен, что это Александр Васильевич? Конечно, уверен Там еще такая фотография есть С Юликом выбираем место для фестиваля Гусман, follow me А если это фейковый аккаунт? Сереж, ну разве фейковый аккаунт стал бы выкладывать вот такую запись? Запускаю среди КВНщиков эстафету я 60 лет назад И комментарий от него же А чего никто не поддерживает? Слушай, ну похоже на правду Сейчас твои сомнения вообще отпадут Потому что каждую запись Александра Васильевича лайкал Сан Саныч Погоди, получается у Сан Саныча тоже есть Инстаграм? Ну конечно Вот, пожалуйста Гостиница порадовала меня на завтраке Вот у тебя такие завтраки? Нет Ну значит это точно Сан Саныч Ну ты еще скажи, что Инстаграм есть у Леонида Куприда Конечно есть Правда там только одна фотография Приехал на Сочинский фестиваль в 92-м Так нравится, что до сих пор тут Ладно, а у Дмитрия Нагиева есть Инстаграм? Да, у Дмитрия Нагиева есть Вот, смотри сам Если эта фотка соберет 100 тысяч лайков Побрею с налоса, ну Все сходится, пожалуйста Ну не знаю, как-то не верится, что Дмитрий такое выложил Да? А вот следующую фотографию мог выложить только Дмитрий Нагиев Нашел старую фотку, молодой я был странным Ничего себе И там комментарий Александра Васильевича Удали, а то я отпишусь от тебя Нагиев отвечает Вы на меня и так не подписаны Друзья, конечно же это все шутки Эти странички мы завели сами Но, уважаемые члены жюри Если что, логины и пароли у нас остались Обращайтесь Команда КВН «Горизонт» Город Москва Спасибо Команда КВН «Сборная города Мурманска» Здравствуйте, друзья Ну, сейчас объясню, что происходит Дело в том, что организаторы просили про спорт пошутить Ну, видимо, какой-то командой был номер с бобслейным бобом Черт меня дернул за кулисами в него сесть Теперь вот застрял Вылезти не могу Все выступления под вопросом Слушай, ну может быть тебе как-то быстро похудеть? А-а-а Че, 30 лет медленно толстел? А теперь только быстро похудел, что ли? Да ж такой стресс испытать надо Герман, если ты оттуда вылезешь, я тебя поцелую Вот ты ж дрянь все-таки, а То поцелуешь, если я в него залезу То теперь, если вылезу Слушайте, я там уже ног не чувствую Че, нам все выступления теперь про бобслей шутить, что ли? Вообще-то нужно пошутить еще и про спорт, Сочи, молодежь и Олимпиаду Вот интересно, кто эти темы придумал вообще? Александр Васильевич Так А еще кто? Мне просто нужен кто-то, кому я могу претензию предъявить Ну предъяви мне А тебя, Алексей, не смутило, что Олимпиада была год назад? Ты о чем думал вообще? Не, ну я, конечно, ничего не хочу сказать Олимпиада прошла хорошо Все объекты построили на совесть А че я один за вас отдуваюсь-то все время, а? Вот почему вы такие бестолковые у меня? Да че мы слушаем эти унижения? Давайте его со сцены укатим и все Он ничего не сможет сделать Да, давай! Что, не стой? Ну-ка, поставьте меня на место Мы и так ставим тебя на место Хорошо, хорошо Дайте хоть с людьми попрощаюсь Друзья, ну 26-й Сочинский фестиваль, конечно, удался Все прям на таком высоком уровне проходит Аж бесит Единственное, с чем здесь проблемы Так это с сексом Ну у меня с ним, правда, везде проблемы Было б странно, если организаторы Еще и об этом позаботились Ну вообще, темы Олимпиады, спорта, молодежи Конечно, будут актуальны всегда Поэтому спасибо тебе, Алексей Что придумал такие хорошие темы И вообще, спасибо, что ты есть Глыба ты, Алексей Дорогу нам в жизнь открыл Сборная Мурманска Спасибо за понимание Пожалуйста, Лень Детективное агентство «Лунный свет», Белгород Я взял бы высшую лигу по нескольким причинам Но озвучу не все Ну первое, значит, я бы хотел Все-таки стать свидетелем Насколько они держат свое слово Все-таки новую песню хотелось бы послушать А вообще, жутко интересно Что вот этих вот два веселых товарища Еще покажут Честное слово, ребят Вот жутко интересно По той же самой причине Я бы и сборную города Мурманска взял Я думаю, что в новом сезоне в высшей лиге Мы бы услышали тембры голосов Еще нескольких участников Возможно, в этом была бы интрига А вот что касается команды «Горизонт» Москва Я бы их тоже взял А я сейчас скажу, почему Александр Васильевич, у меня вообще сегодня Прям два исторических события Ну первое Я сел в жюри Это вообще немыслимо А второе Про меня еще взяли и пошутили Это вообще что-то там Ребят, ну вот я просто ваш фанат Теперь сегодняшнего дня Просто вот так Спасибо Александр Александрович Мурманск в отличной форме И я рад этому Финалист прошлого сезона Что касается «Горизонта» То эта команда два года подряд играла в финале премьер-лиги И она относится к разряду тех команд С которыми уже надо что-то делать, друзья Что-то надо решать Либо их вообще закрывать Либо брать в высшую лигу В моем случае я вот решаю, что их нужно взять в высшую лигу Что касается «Лунного света» То в данном случае я вот не готов на себя взять ответственность На ваше решение, Александр Васильевич На наше решение Вот, скажем, послушаем Дмитрия Нагиева Я прошу зал поаплодировать команде Детективное агентство «Лунный свет» Казалось, что в КВН не может быть не смешно Эта команда доказала, что не смешно совсем может быть Сегодня Вы все-таки это сделали Ребят, это не просто банально и вторично Это никак Но Уважая вас и восторгаясь тем, что вы сделали раньше Я вот прошу своих коллег Дать возможность этой команде отработать сезон Мне кажется, ребята, что тремя сотнями баксов Здесь вы не отскочите просто за эту просьбу Что касается команды «Горизонт» Видимо, мои коллеги знают что-то больше, чем я Я не понял Ты допускаешь это? Ну, я не понял Ну, у команды из Москвы точно есть три сотни баксов Значит, ребята, вы идете в сезон Ну, и сборная Мурманска здесь не обсуждается Это просто Так Можно я прерву эту Торг здесь неуместен Классику процитирую Значит, что мне хотелось бы сказать Во-первых, детективное агентство «Лунный свет» предлагали Аж несколько мелодий для своего выступления в этом концерте Человек, который настоял на том, чтобы была эта мелодия Это был я Это была замечательная мелодия Ну что, поэтому Поэтому Вот вы рассуждаете А я еще сижу и подсчитываю Говорю о том, что нам 17 команд надо набрать сегодня Короче, все три команды приглашаются в высшую жизнь Продолжаем Последняя группа команд, пожалуйста Идите вы, а я в фея Хея Хея Ай, будет праздник там, где я Где я Команда КВН «Приоритет» ДГТУ Добрый вечер, перед вами женская команда Девочки, вы понимаете, у нас сегодня очень серьезные соперники И нам нужно выложиться по максимуму Я знаю, что нам нужно Встречайте Женская сборная России по синхронному плаванию Нам что, еще и с ними соревноваться надо? Блин, эти нововведения в КВН меня убивают Аня, зачем ты их вывела? Они абсолютные чемпионки И их любит вся страна Ну отлично Теперь все внимание только на них Ух, слава богу, так мешало Я все равно не вижу логики Чем нам помогут Синхронистки? Так это прикольно Да хватит Эй Ай Не ори на меня, поняла? Сейчас девочки покажут, как должно выглядеть по-настоящему Победное выступление женской команды Смотрите и учитесь Реквизит Девочки, хватит Да хватит А ну верните обратно, детям бассейн Девочки Да что вы устроили? Вы что, не понимаете, как это выглядит? Сейчас перед зрителями стоит Самая сильная Самая уникальная И любимая всей страной женская команда Поняли, кто мы? Вика С этого года мужчинам официально разрешено принимать участие в самом женском виде спорта синхронном плавании Мужчины, скажите Мы что, к вам в гараж лезем? Мы что, помогаем вам выбирать мормышки? В общем, дорогие мужчины, мы посовещались и решили Мы к вам в КВН с ответным визитом Спасибо Команда КВН, сборная РУДН Дорогие друзья, все мы с вами следили за ходом Олимпиады по Первому каналу Но мало кто знает, что было после церемонии закрытия Итак, давайте перенесемся на сочинский олимпийский банкет Вот, давай, 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 сорок, сорок, молодец Вот если бы они не выиграли Олимпиаду, они бы так не веселились Не, не, в Ванкувере то же самое было Анхен Цу Анхен Цу Да, Виктор Че? Слушай, следующая Олимпиада пройдет в Южной Корее Ты и дальше будешь представлять Россию, или все-таки вернешься в Корею? А знаешь, я вернусь в Корею, чтобы там представлять Россию, эй! Да погоди, погоди, че ты такой расстроенный, а? А чему тут радоваться? У нас ни один олимпийский объект не готов Я вообще поражаюсь, как вы все успели? Просто за два дня до начала Олимпиады к нам приехал Путин То есть, чтобы все успеть, должен приехать президент? Нет, должен приехать Путин Камерунец, у тебя как настроение после Олимпиады? Я не хочу жить Ээээ, ладно, ты че так расстраиваешься, это же всего лишь Олимпиада Я не хочу жить в Камеруне Ребят, вы че, все расстроились из-за того, что Олимпиаду проиграли? А ты как думаешь? Блин Ну не знаю, о, хотите мы вам чемпионат мира по футболу проиграем? Ха-ха, вы и так нам проиграете. И нам. И нам. И нам. Ой, не хотите, как хотите, а? Да ладно вам, они же для нас старались. А пойдем к ним, потанцуем. Объявляется белый танец. Блин! Вообще капец. А еще говорят, Россия гостеприимная страна, да? Слушай, Мирикос, ты у меня сейчас получишь. Так, так, Вик, Вайлд, успокойся, это не твои торты. Да что ты его успокаиваешь? Так, пожалуйста, хватит, не ссорьтесь, друзья. Ну неужели вы не понимаете? Не так часто нам выпадает возможность собраться все вместе и дарить людям радость. Такое может быть только на Олимпиаде и на международном сочинском фестивале команд КВН. Мы начинаем КВН, КВН, КВН. Да восторженные зрители. Играют люди разные. Да, все, КОНГУ, короли! Будет этот сезон Молодым и завесу и тайны покрытым И снова нам скажет он Сезон объявляю открытым. КОНГУ, КВН. Да, 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 как на биатлоне. Ну что ж, ребята, давайте, несите мне шпагу, я сейчас буду ее глотать. Зачем? Это же КВН здесь шутить надо. Нет, Муха, когда Александр Васильевич сидит в жюри, это уже не КВН, а минута славы какая-то. Подкол. Азамат, здесь надо пошутить про вот это вот. Зачем ты это показываешь? Ты же только что оттуда вышел. Что ты делаешь? Нет, это хэштег. Спорт, олимпиада, молодежь. Какая молодежь? Что? Какая молодежь? Ты свое лицо в зеркало видел? А что с ним? Что с ним? Да у тебя лицо как дедушкины пятка. Хорошо. Ради КВН я оставлю это без внимания. Это нельзя без внимания оставлять, это нужно... Это нужно срочно распарить и пемзы потереть. Ладно, не время обижаться, Дорохов, зато у нас в тему спорта все готово. Смотри, вот смотри, какая у нас клюшка, смотри. Смотри, какую шайбу себе отъел. Это камень для керлингов. Все готово. Азамат, осталась олимпиада. Что ты до конца не договариваешь? Осталась олимпиада в сердцах каждого из нас. Давай, объявляй. Друзья, в Сочи на олимпиаду приехали посмотреть люди со всего мира. А кто же поедет на нее из Камазяка, решал слепой жребий. Итак, мэр Камазяка возвращается с олимпиады. Едет! Едет! Азамат Ахирович Макасвет, без тебя на счастье в жизни нет. Ягода-малина, Азамат Ахирович. Ладно, ладно, ладно. Ладно, молодцы. Вот знаете, да, что я Державина люблю? Ну, конечно, он каждый год нам на День города приезжает. А что он веселый, дешевый? Ладно, на, это тебе. Ого, спасибо. Какое спасибо? Завтра верни в Сочи в 2 часа дня. Прокат сноубордов. Представляете, Игорь по пьяни взял и забрал с собой. Ой, Игорь, говорю, я. Ну что, ребята, рассказать вам про олимпиаду? Нет, не надо. Нет, скажите, расскажите, расскажите. Расскажите, расскажите. В общем, олимпиада. Олимпиада просто супер. Все прошло на высочайшем уровне. Дороги, как зеркало. Вот, запомни, зеркало. Одна дорога есть такая ровная, идет, идет, идет. И вот так резко заканчивается. Ну и что, как у нас? Нет, там так запланировано, трамплин называется. А, да, у нас, когда дорога заканчивается, это значит, вы домой приехали. И давай, не болтай пешком пока, выходи потихоньку в Сочи. Ну а как там встречают? О, встречают прекрасно. Фишенебельнейшие отели. В каждом номере ковролин. Ковролин? А что это за лекарство? Это не лекарство, это такой волосатый линолеум. Звад Тахирич, вот нам по телевизору показывают, там все так красиво. А вы нам честно скажите, успели они олимпиаду достроить, нет? Успели. Я вам даже так скажу. Бог создал землю за семь дней. Видимо, построить олимпиаду помогал тот же подрядчик. Ну что, пацаны? Короче, у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Хорошая. Мы идем в сезон. А плохая? Это решает жюри. Так что, уважаемые жюри, сделайте, пожалуйста, так, чтобы мы в Камазяк хотя бы хорошие две новости привезли. Сборная Руден. Так вот скажу. Масштабно, красиво, не смешно. Может быть, было смешно и завтра будет смешно. Сегодня не получилось. Поэтому, я не знаю расклада, я даже не подсчитывал, сколько уже набрано. Мне кажется, что по сегодняшнему выступлению никак. Что касается девочек, я так сложилось в жизни, что я люблю не только юмор, но и девочек. Я, несмотря на слабое выступление, но видя, что листы закончились, я прошу своих коллег и ходатайству, и в общем даже, девчонки, отвечаю практически за это. Я прошу своих коллег взять команду в сезон. Даже если будет не смешно, просто походят по сцене. Хотя бы в те дни, когда в жюри я. Что касается Камазякского края... Ты знаешь эту команду вообще? Да. Добро пожаловать на борт. Ну понятно, что Камазяки, у нас три атаки. Привет, друзья. А Руден, для меня вот странное какое-то впечатление, да, потому что вы в прошлом сезоне, в первые две игры высыпали весь свой архив, в полуфинале сыграли не очень сильно, неубедительно выглядели на Кубке Мэра, и вот что сейчас, вообще непонятно. Вот ощущение, что у вас нет вот такого вот желания вот рыть землю, чтобы попасть в высшую лигу, а вашего мастерства пока, к сожалению, недостаточно, чтобы играть спустя рукава. Вот я вас, честно говоря, не вижу, поэтому я в чем-то вот поддерживаю Дмитрия. Ну, а девушки... Мне не нравится выражение «женская команда», «женская там сборная», а вот девушки, я думаю, что всегда будут замечательны и уместны. Спасибо. Спасибо. Сборная Камазякского края, братцы, рад видеть всех, от Азамата до Дедушкиной пятки. Ну, сами понимаете, в этом сезоне у вас все-таки будут соперники, поэтому нужно сражаться. Удачи вам. Теперь, что касается двух других команд. Ребят, Руден, мы помним ваших старших товарищей, мы помним, как однажды на Сочинском фестивале Александр Васильевич назвал их чуть ли не самой стильной, стильной командой нашего клуба. Сегодня и в последнее время какого-то стиля не прослеживается, да и с юмором напряг. Я думаю, при «Общих равно» я бы тоже склонился к команде «Приоритет», тем более, что давненько у нас из Ростова ничего не было. Радуйтесь, девчонки, чего вы не радуетесь-то, а? Так, секундочку, секундочку. Пускай она колготки подтянет, а? Секундочку. Пусть она это сделает в сезоне, если мы их туда возьмем. Можно я скажу, Дима? Черт с ним с сезоном, пусть подтянет. Так, сборная Камазякского края. Неплохая команда. Год пропустила, надеюсь, поднакопили материала, какого-никакого. Как сказали мои коллеги, добро пожаловать в высшую лигу. Не очень убедительны были девчонки, совсем не убедительны. Сегодня выглядела команда КВН «РУДН». Но у нас давно не было в клубе девичьей команды. Приоритет. Подтягивай колготки! Спасибо. Дорогие друзья, в принципе, все намеченные нами команды выступили. Подождите, а как же мы? Александр Васильевич. Я, прошу прощения, я поспешил сразу в следующий сезон, забыв о том, что у нас есть блистательная команда, победившая в высшей лиге в прошлом году. Чемпион нашего клуба. Команда КВН «Союз». «Союз» в Тюмень. Прошу. Мы просто хотели, чтобы вы еще раз это во всю страну заявили. Так, Айдар, хватит. Так, а где у нас Артем вообще? Так остановитесь. Артем, это что еще за дурацкие танцы? Что за карнавал? В смысле, что за карнавал? Это фестиваль? Фестиваль. В Рио-де-Жанейро? Нет, на Красной Поляне. Как на Красной Поляне? Александр Васильевич, что за подстава? Так все, хватит. А у меня тоже претензия. Я после финала в ломбарде был. Медаль-то не золотая. Так, Александр, что вы несете? Да шучу, шучу. За незолотую 300 рублей никто не дал, правильно? Так а ну успокоились. Александр Васильевич, зачем мы сюда вышли? Мы играем в КВН очень давно. Чтобы вы понимали, насколько давно, для нас вот этот 26-й сочинский фестиваль тринадцатый. За то время, что мы провели в высшей лиге, Лёля стала мамой. Артём отцом. Айдар женился. А у них там вообще любовный треугольник, чтобы вы знаете? Вы мне дадите сказать или нет? В общем, дорогой, любимый, уважаемый и родной Александр Васильевич. Это законченное предложение. Вечеринка. Спасибо. И прокричу «Lovin' you! Lovin' you!» Фестиваль! Красная поляна в Сочи! Фестиваль! Все команды знают, что новый сезон Станство берет в Сочи новый сезон! Фестиваль! Красная поляна в Сочи! Фестиваль! Звездам нет пути, короче, новый сезон Вновь начинаем мы новый сезон! Эй, 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 э Громадное спасибо членам жюри, громадное спасибо Красной Поляне, громадное спасибо губернатору Краснодарского края Александру Николаевич Скачёв. Спасибо всем. Фестиваль окончен, сезон начинает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова